Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Описание этих работ прекрасному изданию Великие музеи мира. Лукас Ван Лейден, жена Патифара, показывает плащ Иосифа. Около 1512 года холст масла 26 на 36. Талантливый художник Лукас Ван Лейден, как и многие мастера своего времени, искал новые выразительные возможности. Его творческий путь достаточно извилист. Лейден находился под влиянием ренессансной итальянской живописи, изучал искусство Альбрехта Дюрера, пристально исследовал окружающую действительность, психологические и бытовые аспекты жизни людей. Ветхозаветная история гласит, что жена хозяина Иосифа, будущего спасителя народа Израиля, возжелала этого юношу. Он отказался от близости, повергнув ее в гнев. Женщина обвинила Иосифа в попытке изнасилования, продемонстрировав плащ, который тот потерял в его покое. Данный сюжет был очень популярен, в то время мастер несколько раз использовал его. Стоит обратить внимание на психологическую характеристику персонажей. В принятой манере художник написал их статично, они словно жмутся друг к другу, не позволяют себе экспрессивных жестов. На первый взгляд кажется, что по средневековому скованы позы и лица героев. Однако в их выражениях и взглядах наблюдается динамика. Именно в глазах живописец отражает все драматическое действие библейской легенды. Жена со слезами ложно обвиняет Иосифа. Ее муж, возмущенный в ужасе, будто отстраняется от происшедшего с супругой. Смысл сюжета сводился к аллегории женской хитрости и коварства. В период средневековья религия отвергла телесные наслаждения и вообще боялась физиологии женщин. Они искушали мужчин и, что особенно пугало, давали новую жизнь. Вот такое описание по книге Великий музей мира к работе Лукаса Ван Лейдена. Работа называется «Жена Патифара показывает плащ Иосифа». Написана она около 1512 года. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok